С небольшим запозданием, но все-таки начинается программа «Особое мнение» на 101.0. Здравствуйте, меня зовут Владимир Сметанин. Программа началась, а вот гостей по-прежнему в нашей студии еще нет. На нашем сайте Кирова.ру, безусловно, анонсировалось это «Особое мнение», и гостем здесь должен выступать Андрей Вавилов, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Кировской области. Но сегодня ситуация на Кировских дорогах, видимо, не самая лучшая. Андрей Николаевич на автомобиле продвигается в сторону нашей студии. И вот эти первые минуты особого мнения мы будем здесь все-таки говорить, и говорить мы будем вместе с нашим генеральным директором, я имею в виду генерального директора нашей радиостанции, это Александр Кочетов, Александр у нас в студии. Уже еще раз добрый день, Саша. Всем добрый день. Да, ну, надо признаться, что сегодня еще в рамках дневного разворота ты должен был здесь появиться. Ну, как должен. Была такая договоренность, было согласие ведущей Елены Очинниковой. И повод для небольшой беседы, в ожидании основного гостя, особого мнения, повод для беседы – это знаковые события, произошедшие в минувшую пятницу, 13 ноября. Пять лет исполнилось наши радиостанции, нам пять, московскому эху, как мы часто это говорим, 25 в этом году. И большой праздник у нас был, и много людей, много гостей, наших хороших партнеров, товарищей присутствовало на этом событии. Вот ты, как генеральный директор, как оцениваешь все, что происходило в пятницу? Ну, если говорить о самом мероприятии непосредственно, здорово все прошло на самом деле. Порадовало, что все наши гости, безусловно, как-то так по-домашнему подошли к нашему мероприятию, все были максимально раскрепощены, не было большого вала официоза, что обычно таким мероприятиям сопутствует, да, все было очень как-то по-домашнему, душевно. Я надеюсь, что мы, конечно, мы проводили все это в Атали Хилтон, да, что не помешали мы своим праздникам отдыхающим. Ну, очень это, по крайней мере, рассчитывали. С другой стороны, они могли вместе с нами все повеселиться, то есть у нас играла музыка живая, да, то есть мы могли, мы сами там исполняли песни, композиции. И надеюсь, что эстетическое удовольствие тех, кто нас слышал случайно, они хотя бы какое-то получили, минимальное. Ну, тут отдельные слова благодарности, видимо, нужно сказать, коллективу Атали Хилтон, да, с таким, с большим вниманием, с неподдельным, да, таким, нежностью, с трепетом и нежностью, да, они, собственно, ходили и помогали, выносили различные блюда и так далее. Ну, действительно, спасибо большое. Ну, вот, мы вот с тобой на ты, да, я поэтому не постесняюсь в эфире говорить тебе ты. Мы с тобой, в принципе, уже имели опыт проведения такого рода мероприятия. Мы два года праздновали Хакирово, да, когда мы тут запускались, ну, для наших слушателей, я скажу, средство массовой информации, все-таки называется Хакировград, чтобы не вводить вас в заблуждение, ну, как-то так, по старинке, традиционно, что ли, мы себе называем Хакирово, вот, на невесту никаких вопросов нет. Значит, по поводу того, как, 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 как все это, в принципе, изначально намечалось и складывалось, да, то есть мы с вами, когда праздновали два года, мы сразу же... Это был 2012 год. 2012 год, да, то есть мы сразу же поставили для себя следующую цель – дожить, добраться до 2015 года, отметить свое пятилетие. Я помню тогда еще вот на заре нашей радиостанции мы так слышали много мнений, да, о том, что, из пептических мнений, что эхо Москвы в Кирове были сложно, что... Не пойдет, потому что аудитория, да, специфическая. Да, 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 специфическая, и сама радиостанция, значит, имеет такой острый характер. Но, на мой взгляд, на сегодняшний день мы так потихонечку подбираемся к нашей максимальной планке по количеству слушателей, наших уважаемых радиослушателей, которые нас слушают, любят, ценят. Вот, я думаю, что вот где-то вот мы рядом с пиком популярно сейчас находимся. И в ближайшее время еще будем расти, потому что, сами видите, что происходит у нас с эвакированием. Мне кажется, это в том числе связано с тем, что все-таки люди хотят слышать разные оценки, да, разные мнения по поводу происходящих событий, а как раз на эхе этот спектр оценок, он присутствует. Тем и живем. Да. Тем и живем. Ну, опять же, повторюсь, если вообще говорить о том, откуда у нас радиостанция появилась, да, то есть если немножко исторически копнуть, на самом деле все радиостанции, которые вот сейчас в сегодняшний день присутствуют в Кирове, да, ну, большинство радиостанций имеют развлекательный музыкальный характер, вот, мы в Кирове умышленно не создавали радиостанцию такого разговорно-аналитического жанра, да, просто потому что это был на тот момент очень хороший такой и коммерческий, и общественно-политический тренд. Вообще радиостанции ведь изначально, когда они возникали, только на самой заре, да, почти все они были разговорными. Это... Ну, ты имеешь в виду, в первую очередь, там, проводные радиостанции, да, те радиостанции, которые... И проводные, которые до этого были, то есть вот допустим... По обычным приемным. Да, в других странах ведь очень популярны разговорные радиостанции, их в каждом городе, даже в самом небольшом, по нескольку штук. Причем есть местные радиостанции, которые работают только с местным, так, модное слово, контентом, да, то есть местными новостями и событиями такого локального, значит, формата. Вот. Есть крупные федеральные, ну, если говорить про Россию, федеральные, да, или там общенациональные радиостанции в других странах. Они очень популярны, у них есть всегда своя благодарная аудитория, и вот я надеюсь, что мы свою аудиторию здесь в Кирове тоже нашли, а эта аудитория нашла нас. Ну и, наверное, можно сказать какие-то слова благодарности всем, кто был с нами, да, и помогал организовывать этот праздник. Я думаю, даже нужно сказать эти слова. Я в первую очередь, конечно, пусть не обвинят меня, да, наши там партнеры, спонсоры и клиенты, рекламодатели, да, я все-таки в первую очередь с вами благодарности обращусь к нашим радиослушателям, это те люди, ради которых мы, собственно говоря, запускали радиостанцию, работаем до сегодняшнего дня и будем работать. Спасибо вам большое, что вы нас слушаете, спасибо, что вы не остаетесь безучастными к тем темам, которые мы поднимаем, которые мы освещаем в нашем эфире. Вы всегда очень активно себя проявляете, насколько я знаю, наша редакция там получает большое количество звонков и, значит... Как позитивных, так и позитивных. Ну да, но это наша работа, никуда не денешься. Пока вот есть такие разные мнения, да, и слушателей, и спикеров наших гостей. Пока они есть, мы будем тоже жить. Мы это имеем в виду, нашу радиостанцию. Я думаю, что сейчас многие наши слушатели впервые услышали голос генерального директора нашей радиостанции Александра Кочистова. Первый такой опыт в эфире или уже был? Ну, если честно, опыт первый. Опыт первый, хотя, признаюсь, практически даже не волнуюсь. Не волнуюсь просто потому, что все здесь мне очень близко. Все здесь проходило вместе со мной, да, какое-то развитие там и наши ведущие, наши журналисты. Вот, поэтому, ну, чувствую себя очень комфортно. А нам говорят, еще мы можем подсказываться, нам тут хорошо. Да? Нам тут хорошо. Можно посидеть. У нас, надо сказать, там, особенность праздника была такая музыкальная. Мы от души, что называется, да, вспомнили эти композиции, которые знаем давно, и все это исполнили. Цены. Кстати, большое спасибо, в том числе, и компании Олди, которая, да, нам звуковую часть помогала оформить. Ну, да, у нас, на самом деле, было несколько партнеров праздника. Если уж допустим такой разговор в нашем эфире, да, я, конечно же, хотел бы отметить, это и компания Олди. Те, кто нам помогли, действительно, с организацией звука, света на мероприятии. Это, безусловно, цветочный салон Фелиция. Они замечательные, значит, композиции цветочные создали, что придало празднику такую атмосферу уюта домашнего. Это, конечно же, компания Гармония, те, кто нам помог, скажем так, весело провести время, предоставив нам определенную продукцию. Ну, естественно, отель Хилтон, команда отеля сработала очень слаженно, помогла нам в организации мероприятий, и вообще во всех каких-то сложных моментах, которые возникают в любом случае при проведении такого большого мероприятия. Все очень оперативно, качественно. Спасибо всем большое. Да, спасибо, тоже присоединяюсь к этим словам. Благодарность, Александр Кочетов, генеральный директор нашей радиостанции. Видимо, ненадолго расстаемся, уже расходимся по своим привычным кабинетам, потому что особое мнение, это, напомню, у нас программа, и особое мнение Андрея Вавилова, между прочим, уполномоченного по защите правопредпринимателей в Кировской области. Андрей Николаевич, я вас приглашаю сейчас, приглашаю вас сесть за традиционный микрофон напротив меня. Добрый день. Добрый день. Я бы хотел все-таки праздничную тему тогда закончить. Да, Андрей Николаевич, один из наших гостей на пятилетие радиостанции. У вас с большим пятилетием. Для меня «Эхо Москвы» — это не только «Эхо Кирова». Я так нашел сослуживца, мой сослуживец, которым в армии служили, звонит мне и говорит, «Привет, я Серега Липовский из Воронежа, я тебя сижу и слушаю, я тебя узнал». Поэтому «Эхо Москвы» — это не только в Кирове, это «Эхо» по всей стране. Это вам низкий поклон за ваши пять лет и еще будущих столько же там по много-много раз. Спасибо. Будем стараться. Знаете, Андрей Николаевич, ждут вас наши слушатели. Есть вопросы на сайте «Кирова.ру». Напомню, что присутствует такая возможность у вас задать вопрос гостю особого мнения. И к тому же на сайте есть аудио- и видеотрансляция нашего эфира. Вот, к примеру, интересуется Павел. Андрей Николаевич, как оцениваете самочувствие кировского бизнеса в настоящий момент? И каковы, на ваш взгляд, перспективы самочувствия бизнеса? Ну, в кавычках самочувствия. Пациент, скорее всего, жив, чем мертв. Но близко к этому, потому что... Близко к летальному исходу? Ну, от нас, предпринимателей, зависит, чтобы летального исхода не было. Ситуация, но и сложнейшая. То есть, мы в 98-м знали, как действовать. В 2008-м мы что-то смогли. Сейчас ситуация очень плоха, потому что покупательская способность населения практически отсутствует. Все завязано на клиентском, да, в первую очередь? Да, сегодня мы готовы и производить, но продавать некому. Покупателя нет. Он сегодня... Сегодня он не платежеспособен, к сожалению. То есть, у людей реально, на ваш взгляд, денег нет? У людей реально денег нет. Мало того, что все мы ходим в магазин и понимаем, что все, что мы могли купить год назад, сегодня мы за эти деньги уже ничего купить... Ну, не ничего, а можем только гораздо меньше купить. Ну, а перспективы? Перспективы? Будет ухудшаться ситуация? Перспективы, ситуация... От чего это вообще зависит? Что сейчас должно произойти, чтобы ситуация вырвалась? Ну, не знаю, падение не продолжалось дальше. Ну, видимо, тот потребительский спрос, который был долгое время, он на сегодняшний день не работает. То есть, мы уже не можем роскошно покупать автомобили. Ну, и другие предметы. И другие предметы, которые необходимы. Поэтому, все-таки, рынок того, что нужно человеку, оно сузилось. То есть, это единственное, я бы всех попросил, не экономить бы на образовании ни себя, ни своих детей. Это то, чем сегодня нужно заниматься. Ну, и все-таки, у вас ведь такая статусная, заметная должность, уполномоченный по защите прав. Вот вы-то что можете сделать? Мы, со своей стороны, сегодня я начал цикл поездок по области. И тот посыл, который я уже докладывал, дал генпрокурору, генеральный прокурор Российской Федерации 16 октября в Екатеринбурге, в очередной раз, чтобы контрольные органы лишний раз малый бизнес не беспокоили по пустякам, вот скажем. Если есть, конечно, какие-то там ситуации, которые всей России известны, да, наверное, будут все равно контролировать, но лишний приход бизнеса сегодня мешает, поэтому завтра уезжаю в Малмыш-Уржум, в Вятских полянах, на прошлой неделе был еще. В чем суть этих поездок? Встреча, непосредственное общение с предпринимательствами? Встреча с предпринимательствами, встреча с контролирующими органами, которые, возможно, оказывают излишнее давление на бизнес. Хорошо, тогда еще один вопрос уже с нашего сайта. Константин интересуется, переживает, а может, даже негодует. Недоволен он тем, что основная масса кировских бизнесменов продолжает торговать тряпками, как выражается Константин, смесителями. А как же переориентировать кировский бизнес на занятия производством, видимо, крупным производством? Ну, я бы Константину порекомендовал начать с себя. Каждый Константин, который позвонит и будет возмущаться, если сам начнет заниматься производством, вот с себя, своих друзей, своих партнеров, в общем-то, чем и я всю жизнь занимался. То есть, да, торговать в конечном итоге в каком-то году мне надоело, я тоже вкладывался в производство и вкладывал большие деньги. Пока сам бизнес не сознает, что все-таки, в принципе, уже и ситуация, она такая, что только новое что-то может продаваться, какая-то новая услуга, либо новый какой-то товар, то рынок сам себя на места ставит. Но регулировать этот процесс очень сложно. И давайте каждый начнем с себя и будем менять подходы, уходить от торговли, а приходить к производству. Ну, то есть, в общем-то, Константин, в целом-то правильно оценивает ситуацию? Нет, само собой, что добавленная стоимость появляется только в производстве, либо в продаже своей услуги. В перепродаже купил одну вещь, продал другому, добавленной стоимости как таковой нет. Хотя, конечно, можно там долго рассуждать по Карлу Марксу, еще что-то есть, каналы продвижения, каналы реализации. Но в конечном итоге это все все равно складывается в конечную стоимость. Только в производстве возникает глобальная добавленная стоимость. В торговле ее гораздо меньше, она не совсем, так сказать, не совсем интересна с точки зрения именно экономики. В общем, подводя итог и отвечая на этот вопрос, так вкратце, переориентация начинается с себя. Да? Конечно, с себя. Не надо ходить и думать, что мы кого-то другого заставим. Начни с себя и другой увидит, позавидует и сделает. А может, еще лучше сделать чем-то. У нас сейчас будет небольшая пауза, это реклама. И после этой паузы мы продолжим общение с Андреем Вавиловым, уполномоченным по защите прав предпринимателей в Кировской области. У нас еще есть несколько бизнес-тем и несколько небизнес-тем. Но вот если успеем, то обязательно их затронем. Продолжается особое мнение. Меня зовут Владимир Сметанин. И особое мнение сегодня Андрея Вавилова, уполномоченного по защите прав предпринимателей в Кировской области. Время остается не так уж и много. Хотел бы я сейчас затронуть две нормы, две инициативы, которые уже получили статус закона на последнем пленарном заседании областного законсобрания. 29 октября оно состоялось. Во-первых, это новая система исчисления налога для торгово-офисных помещений, налога на имущество, от кадастровой стоимости. Об этом, в общем-то, все уже сказано, и вы высказывались на эту тему. А вот по поводу так называемых налоговых каникул, которые у нас будут действовать в области с 1 января 2016 года. Это налоговые каникулы, то есть нулевая процентная ставка налога для ИП, предусмотренные, которые выберут либо упрощенную систему налогообложения, либо патент. Вот подстегнет, Андрей Николаевич, на Ваш взгляд, это открытие новых предприятий? Норма была направлена на то, чтобы часть бизнесов, которые находятся в тени, гипотетически приняли решение, встать ли им на налоговый учет и быть ли предпринимателем, войти в правовую форму. В основном она была направлена на это. Все зависит от сознания предпринимателя, готов ли он быть белым, пушистым и красивым хотя бы на 2 года. За 2 года эти принять решение, все-таки он будет продолжать быть предпринимателем, либо уйдет в наемный бизнес, либо как-то еще что-то сделать. Поэтому, все мы помним, когда в 90-х было совершенно, так сказать, безналоговые времена, так скажем честно, поэтому мы вернулись к этому, потому что иначе молодежный, по крайней мере, молодежь сюда никак не верует. Потому что сколько ко мне молодежи не приходило, ты начинаешь с ними говорить, а вот как предприниматели, да нет, мы сидим в интернете, там что-то делаем, какие-то программки пишем. А вы в курсе, что нужно что-то еще зарегистрироваться и что-то? Нет, мы не в курсе. А зачем? То есть, часть все-таки... То есть, незаконная предпринимательская деятельность, получается? Ну, если правильно говорит, что да, незаконная предпринимательская деятельность, будем называть вещи своими. Поэтому, как раз мы видим это не в плане, что сейчас все побегут перерегистрироваться, тот, кто все работает, сегодня работает, а именно тот, который уже что-то попробовал, вроде бы получается, и для того, чтобы дальше работать честно и законно, вот еще два года вам, пожалуйста, минимальные какие-то будут от государства требования. Нет, не два года все-таки, там до конца 20-го года будет. Так два года каникулы-то. Два года каникулы. Да, два года каникулы, но до 20-го года можно воспользоваться этим правом. А там же все-таки рамки есть, да, еще там обороты? Да, есть виды деятельности. Количество наимых рабочих не более 15. Да, 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 да. Это, конечно, все ограничения. Это жесткие рамки довольно-таки? Это нормальные рамки для того, чтобы начать попробовать два года понять, что ты дальше в жизни делаешь. Ты предприниматель, или ты не предприниматель, или ты функционер. Этого времени достаточно, в общем-то. Два года. Ну, пока, видимо, спрогнозируется. Пока другого нет, поэтому будем радоваться двум годам. Ну, пока, видимо, сложно спрогнозировать ситуацию, да, как она будет разумеется? Ну, я знаю, в части регионов у меня есть статистика, там, где очень-очень большие ограничения, есть регионы, не будем их называть, всего два предпринимателя, там, через, там, трехмесячное введение этого закона с начала года, у меня была статистика на апрель-май, когда мы готовились к этому проекту, этого закона. Два-три предпринимателя в регионе воспользовались этим правом, поэтому, ну, это пока... Всего лишь два-три предпринимателя. Да, на целый регион, не будем говорить, как он. Ну, там настолько было уже слишком мало отраслей туда, направлений попадало. Ну, все зависит от предпринимательской активности, но вот наш посыл был вот такой. Ну, и все-таки, по вашим-то прогнозам, большое или небольшое количество все-таки у нас будет людей, которые выберут именно такую систему? Не будем гадать на кофейной гуще, будем агитировать, будем призывать, будем вместе направлять молодых предпринимателей в правовую руку. Хорошо. Следующая тема, ну, все мы знаем, и вы неоднократно уже говорили в нашем эфире на эту тему. Ну, много внимания вы и уделяете предприятиям общепита и тем новшествам в их работе, которые связаны с антиалкогольным, так называемым, законодательством. Ну, вот как раз-таки на прошлой неделе еще две поправки были предложены. Как известно, у нас в июне этого года законопроект соответствующий был принят в первом чтении, и вот перед его слушанием во втором чтении были внесены поправки. Следующий. Один из депутатов Владимир Гаврилович Бакин предложил продавать алкоголь не с 10 утра до 11 часов вечера, а с 8 утра до 11. Это норма, напомню, федерального законодательства. Вот, по мнению Бакина, наш региональный закон можно привести в соответствии с федеральным. На ваш взгляд, можно? Нужно? Нельзя? Вы же всегда, ну, я повторюсь, и вы знаете прекрасно мою всегда позицию, ни одна запретительная мера, она не работает. Тем более в Кировской области. Мы ушлые, умные, и мы всегда найдем, как обойти любую норму, которая бы запрещала. Поэтому мой подход был всегда, это минимальное количество ограничений. И то, что Владимир Гаврилович взял на себя инициативу, ее многие пытались как-то попробовать, но не донесли до финиша, поэтому мы низкий поклон. Там могут меня обвинять в том, что мы заспаиваем население. Нет, мы не заспаиваем население. Мы за то, чтобы предпринимательство было свободное. И каждый гражданин нашей области мог вправе принимать решение, пьет он или не пьет, занимается спортом или занимается бизнесом. Это его жизненное какое-то решение. А отдуваться всему предпринимательству за то, что какой-то один гражданин хочет пить или не хочет пить, и для этого надо закрыть все магазины со стальки до стальки. Это не норма управления. Это ограничение, даже, я сказал бы, свобод тех гражданин, которые умеют пить в меру и делают это. В общем, делаю вывод, что вы поддерживаете данную цель. Мы однозначно поддерживаем. Можно эти два часа. Мы даже поддерживаем более смягчение других норм, которые сегодня присутствуют. Например? Такие, как наличие восьми столиков с тридцати двумя посадочными стадиями. Ну да, я хотел об этом даже упомянуть. А кто это придумал? А почему не шестнадцать? А почему не двадцать? Кто придумал вообще это все? Да я знаю, кто придумал. Собрали всю практику со всей страны, самую запретительную, сложили в наше постановление. И мы получили обратную связь от бизнеса еще в мае месяце, когда постановление заработало, о том, что нормы взяты из потолка, они совершенно непродуманные. Поэтому мы до сих пор пытаемся и другие нормы этого теперь уже постановления, переросшего законопроект, принятый в первом чтении, до сих пор как-то видоизменить. Как получится, ну, доложим. Но спасибо Владимиру Гавриловичу, чтобы хотя бы, значит, вот такая норма была восстановлена как действительно федеральным законодательством. Это инициатива лично, Бакин, или как-то обсуждали заранее? Ну, естественно, это все обсуждалось. Это все обсуждалось и несколько раз выносилось на и рабочие группы, и на нас, как называется, перед законсобранием проходят... Комитеты всевозможные. Комитеты, да. Всевозможные комитеты обсуждалось. Это не за один день родилось, это все лето обсуждалось. Поэтому очень, очень сложное, но вроде бы на последней рабочей группе было поддержано депутатами. Посмотрим, что будет на комитете и уже на законодательном собрании. Пленарное застояние состоится, если не ошибаюсь, 26-го. Да, в конце ноября. В ноября. Ну и как считаете, пройдет? Не пройдет по праву? Я бы за депутатов не стал бы продумывать ничего. Для этого и не депутаты. То есть у них, они по идее должны там, вернее, не должны, а их выдвинут люди с территории, они неплохо бы, чтобы с ними общались и все раз объяснили для себя, как все-таки население Кировской области относится к таким запретительным мерам. Ну там один из смыслов этой инициативы, это и дополнительное поступление в бюджет, несколько десятков миллионов, да, вот за счет этих двух часов дополнительных. Давайте все-таки на весы там бюджет и там вот запрет, это все-таки совершенно разные нормы, я бы их не складывал одну кучу. Да, будут какие-то дополнительные поступления, но только при том, что увеличится объем продаж и так далее. Вот у нас в последней рабочей группе Михаил Курашин, он сказал, что люди уже привыкли... И вот восстановится потребление в эти часы дополнительное какое-то. Поэтому все это, как бы, косвенные методы регулирования и не факт, что те люди, которые не покупали в это время, они не привыкли уже в другое время покупать. Ну, то есть это вот все, вот пока мы гадаем на кофейной гуще, но мой всегда подход, чем меньше запретов, чем больше работы с людьми, тем эффективнее человек должен со знанием своим управлять, а не запретами. Андрей Николаевич, остается у нас буквально пара минут, а тем еще, в общем-то, достаточно, но я хотел бы вот затронуть все-таки тему туризма, я имею в виду международного. Сегодня, как раз-таки, прочитал материал о том, что с начала ноября по конец января в России куплено 150 почти тысяч путевок в Египет. На общую сумму 120, по-моему, не ошибаюсь, миллионов долларов. Все мы знаем, что у нас сейчас с авиасообщением с Египтом. Россиян туда не отправляют российских туристов, только лишь борт и самолеты работают на вывоз. Вам известно, что в турагентствах Кировских сейчас происходит? Я, к сожалению, не успеваю за этим следить. Я всегда, вернее, так как экономист, знаю, что египетское предложение было самое из недорогих, и поэтому, естественно, обладало очень большим спросом, в том числе и у жителей Кировской области. Как сейчас дела обстоят, читая прессу, только знаю, что часть путевок в другие направления подорожала, но это, наверное, не очень хорошо, но рынок есть рынок, и эластичный спрос, он меняет предложение. Но пока турагентства к вам не обращались? Нет, пока не обращались. Да и в целом, наверное, вряд ли чем-то нужно помочь в такой ситуации. Это же решение правительства страны. Запрет на полеты вроде пока временный, но насколько это временно, сколько это продлится, пока неизвестно. Я думаю, что продлится это еще долго, минимум полгода-год. Еще хочу узнать ваше мнение по поводу введения с 15 ноября платы для грузовиков массой свыше 12 тонн, платы за проезд по федеральным трассам. Рубль 53 будет действовать до конца февраля. Могу донести общую позицию полномоченных по всей стране, и мы ее обсудили с Титовым Борисом Юрьевичем, полномоченным президентом Российской Федерации. И рубль 53 – это дорого. Мы считаем, что максимум 1 рубль с километра, и плюс освобождение на полгода, пока вся эта система не заработает, от каких-либо штрафов и наездов на предприятия автотранспорта. Это наша позиция. А чем обоснован этот тариф? 1 рубль, ни больше, ни меньше. Вот сами перевозчики... Чем обосновано было 2000 квадратных метров по торговым центрам? Компромисс. Компромисс. Это компромисс, да. Три дорого, ноль жалко. Ну, в смысле, не будет такого. Понимаем, что часть денег государство перекладывает на бизнес, на содержание дорог. Хотя там разные попытки были через бензин, через еще что-то, через акцизы. Но вот это посчитали, значит, кто-то доказал, что это самое прямое регулирование и собирательство денег на восстановление дорог. Хотелось бы, чтобы деньги шли на восстановление дорог, а не куда-то на какие-то лишние структуры. Ну, вам известно, позиция федерального полномочия, она будет все-таки добиваться каких-то коррективов. Ну, Минфин говорит, что им бы хватило 97 копеек. То есть это около рубля, да. Перевозчики были в нашей студии, они говорили, что 60 копеек они потянут, но не больше. Я слушал ваш эфир, спасибо, что вы его проводите. Ну, опять же, да, рубль это вот, между 60 и рубль 53, это рубль опять какой-то там средний компромисс, поэтому, если так будет, ну, это уже будет хорошо. Завершается время нашей программы. Напомню, что это особое мнение Андрея Вавилова, уполномоченного по защите прав предпринимателей в Кировской области. Тем в этой сфере всегда много, так что до новых встреч. Спасибо. Спасибо, всего доброго.